30 сентября 1941 года. Вермахт начинает операцию «Тайфун». Её цель – разгром советских войск на подступах к Москве и окружение столицы с севера и юга. В первый день операции танковая группа генерала Хайнца Гудериана прорывает позиции Брянского фронта, а через два дня на войска западного и резервного фронтов РКК обрушивается вся мощь группы армий «Центр». В ходе наступления немецкие войска захватывают Орёл, Брянск, Калугу, Калинину. В котлах под Брянском и Вязьмой в плен попадают более полумиллиона советских солдат и офицеров. Гитлер уверен – столица СССР падёт со дня на день. 12 октября он даёт распоряжение – капитуляции Москвы не принимать. Столицу советскую окружить и подвергнуть изнуряющему артиллерийскому обстрелу и воздушным налётам. Основная ударная сила вермахта – танковые группы. Сдержать их любой ценой до подхода к Москве резервов – главная задача Красной Армии. К её выполнению привлекают и военных инженеров. Но самых эффективных инженерных средств для борьбы с бронетехникой немцев, противотанковых мин, у сапёров нет даже на перекрытии основных танкоопасных направлениях. В разные периоды Великой Отечественной войны перед военными инженерами возникали проблемы нехватки или отсутствия различных видов специального вооружения. Мин, взрывных устройств, систем преодоления вражеских заграждений и многого другого. Из сложившегося положения находить выход помогала смекалка сапёров. Это были как тактические приёмы, так и изобретённые инженерные устройства. Можно однозначно сказать, что технические решения создавались, формировались, реализовывались не только в стенах конструкторского бюро и научно-исследовательского института, но и в окопах, блиндажах на фронтах Великой Отечественной войны. Эти поистине невероятные и одновременно очень простые устройства создавались во фронтовых условиях из подручных материалов и часто с использованием трофейных боеприпасов или взрывчатки. И все они сыграли важную роль в борьбе с немецкими захватчиками. А некоторые тактические приёмы, разработанные в годы войны, остаются актуальными и в инженерных войсках современной России. Под Москвой создавались временные подразделения, отряды заграждения, с задачей минирования дорог, подрыв мостов, создания завалов. В последующем на них была возложена задача оперативного минирования. Отряды заграждения направлялись в места прорыва немецкой техники. На автомобилях они быстро выдвигались навстречу танковым колоннам врага и устанавливали имеющийся небольшой запас мин уже непосредственно на пути немецких танков. При подрыве первых машин немецкие танкисты искали обходной маршрут движения, ведь, как правило, бронегруппы прорыва шли без своих сапёров. Иногда минирование происходило даже в прямой видимости приближающихся танков под огнём врага. Если враг увидел установку мин, то это приводило к снижению темпов наступления и приводило к тому, что ему приходилось искать пути обхода. Когда противник менял маршрут, сапёры снимали мины и ставили их в другом месте. Командующий Западным фронтом Георгий Жуков в своём донесении Сталину 8 декабря 1941 года писал, «Применение противотанковых мин даёт всё больший эффект. Если за ноябрь месяц сего года, по неполным данным, было подорвано на минах 29 танков и одна бронемашина, то в период с 1 по 4 декабря только в двух армиях подорвалось 17 танков и 2 бронемашины. Подразделения сапёров-истребителей с противотанковыми минами выдвигались на направление движения танков и устанавливали быстро мины, иногда в непосредственной близости от танков противника. Особенно эффективно отряды заграждений действовали совместно с противотанковой артиллерией. К битве за Москву стало понятно, что эффективнее всего вражеские танки можно бить в борт. Как можно заставить противника подставить борт? Заставив обходить минное поле. Если же танк подорвется на минном поле, то он станет неподвижной мишенью, которую можно уже разбить из орудий больших калибров. Сапёры совместно с артиллеристами применили под Москвой ещё один тактический приём – минно-огневой мешок. Из донесения Жукова Сталину. В бою у деревни Акулова за градительным огнём артиллерии танки были загнаны на минные поля, где и понесли большие потери. Приняты меры к распространению этого опыта взаимодействия во всех армиях фронта. После московского сражения мобильные отряды заграждения стали формироваться повсеместно. Они получили официальное название «ПОЗ» – подвижные отряды заграждения. Без них не проходила ни одна крупная операция, ни наступательная, ни оборонительная. Создание этих временных формирований предусмотрено и в армии современной России. Несмотря на то, что за эти годы инженерная техника шагнула далеко вперёд, основным вооружением подвижных отрядов остаются минно-взрывные заграждения. Минно-взрывные заграждения – самое эффективное инженерное средство борьбы с живой силой и техникой неприятеля. При срабатывании мины происходит мгновенное высвобождение большого количества энергии взрывчатого вещества. В годы Великой Отечественной войны 7 килограммов взрывчатки противотанковой мины уверенно перебивали гусеницы даже тяжёлых немецких танков «Тигр» и «Пантера». Мощность взрывчатого вещества зависит от скорости его детонации. Детонация – это быстро протекающий процесс химического превращения взрывчатых веществ сопровождающийся освобождением энергии и распространяющийся по взрывчатому веществу в виде волны со сверхзвуковой скоростью. При детонации мгновенно образуется большое количество газов с высоким давлением и температурой, при расширении которых происходит взрыв. Скорость детонации у взрывчатых веществ огромна. Например, у тротила она составляет почти 7 километров в секунду. В 6 раз больше скорости звука в воздухе. Скорость детонации – один из важнейших показателей взрывчатого вещества. Так, например, при сгорании 1 килограмма угля выделяемой энергии в 8 раз больше, чем при сгорании 1 килограмма тротила. В то же время при детонации 1 килограмма тротила мы выделяем мгновенно значительную мощность, которая является поражающим фактором не только людей, но и различных бронеобъектов. Но осенью 1941 года под Москвой саперам не хватало ни взрывчатки, ни мин. И военным инженерам приходилось в огромных количествах возводить невзрывные противотанковые заграждения. Завалы, надолбы, противотанковые рвы. Под Москвой был даже использован такой малоизвестный вид препятствий, как электризуемые заграждения. Для того, чтобы усилить заграждение, в колючей проволоке пропускали электрический ток с напряжением 1500 вольт. Для этого делались сложнейшие расчеты военным инженерами, так и инженерами Мосэнерго. Кроме этого, саперы брали в плен солдат и офицеры вермахта. Одной из важнейших задач являлось исследование их обуви на изоляционную способность. Возведение электризованной линии обороны поручили научно-исследовательскому военно-инженерному институту. Для проведения высоковольтных работ в помощь саперам направили специалистов-энергетиков. Заграждения устанавливались по третьему рубежу Можайской линии обороны. В 25-45 километрах от Москвы, от Клязьминского водохранилища до Домодедова. Электрозаграждения представляли собой четырехрядный противопехотный забор из колючей проволоки. Один из рядов был под напряжением. Инженеры возвели 150 километров электризованных заграждений. Правда, прорваться так близко к Москве с запада и испытать на себе работу этих укреплений враг смог только в одном месте. Подойти к заграждениям немцам удалось только у деревень Нефедиева и Козина. Они пытались пройти электризованную линию обороны, но потеряв несколько десятков солдат, отступили. Электризованные заграждения применялись практически на всем протяжении войны. При обороне Сталинграда, Ленинграда, Яско-Кишиневской операции, при блокировании 180-тысячной группировки под Будапештем и при штурме Бреслава. 4 декабря электризованные препятствия предотвратили последнюю попытку вермахта прорваться к столице с запада. На следующий день началось широкое контрнаступление Красной Армии под Москвой. Незадолго до этого немецкое наступление с севера помогло сорвать другое заграждение. Битва за Москву проходила на нескольких направлениях. Это была и борьба за города, борьба за Можайск, Малоярославец, Волоколамск, Тулу. Причем Тула выдержала все удары и нога немецкого солдата не вступила на территорию города. И в каждом из этих сражений решалась судьба столицы. Сумма маленьких побед, когда где-то наносили немцам потери, где-то задерживали на сутки или двое, или даже неделю. Все это складывалось в общий успех обороны столицы и создавало предпосылки для контрнаступления. Утром 28 ноября передовая группа 7-й танковой дивизии вермахта в районе Яхровы захватила мост через канал Москва-Волга и при поддержке танков заняла плацдарм на восточном берегу. Он должен был открыть немецким войскам путь к полному окружению столицы. Дальнейшее продвижение немцев остановил бронепоезд НКВД номер 73. Шесть часов он вел бой с танками противника, подбив около десятка вражеских машин. Когда в паровоз попал снаряд, состав был обездвижен. Окончательно уничтожить бронепоезд не дали подоспевшие на помощь несколько советских Т-34. Но обстановка ухудшалась. Немцам удалось расширить плацдарм. Они ждали подкрепления, а и вовсе не было. Что же остановило 7-ю танковую дивизию вермахта от продолжения наступления? В конце лета 1941 года командование Красной Армии решило применить дополнительный вид заграждений водные. Для этого специалисты военно-инженерной академии, инженеры фронтов, армии, специалисты гидротехнических учреждений. Строили новые плотины, готовили к подрыву существующий для сброса воды. Огромный объем воды был готов к остановке войск противника. В 20-х числах ноября войска вермахта подошли к берегам Московского моря. Возникла опасность, что по образовавшемуся толстому льду, стояли сильные морозы, сможет пройти не только пехота и артиллерия, но и легкие танки противника. На разрушение льда требовалось огромное количество бомб, снарядов и тротила. И большие объемы работы. Тогда в Государственный комитет обороны начальник управления канала Москва-Волга Дмитрий Агафонов внес простое и эффективное решение. Был осуществлен сброс воды через плотину Иваньсковской гидроэлектростанции. В течение нескольких часов уровень воды понизился на полтора метра. Между льдом и водой образовалась воздушная прослойка. Лед под собственной тяжестью обрушился. В результате противник был вынужден искать новые пути охвата и окружения столицы. 7-я бронетанковая дивизия вермахта выдвинулась в направлении города Яхрама. 23 ноября работники канала Москва-Волга получили приказ приступить к затоплению поймы реки Сестры и подготовиться к затоплению долины реки Яхрама. Река Сестра по трубам проходит под каналом Москва-Волга. Перекрыв выход воды после канала, преградили течение реки. Но зимой небольшой расход Сестры, всего 2-3 кубометра в секунду, не мог быстро затопить пойму. Поэтому через донный сброс канала в трубу реки Сестры пустили воду из водохранилища. Максимальный объем которой в 100 раз превосходит естественное заполнение поймы реки. 26 ноября началось затопление поймы реки Яхрамы. Это была сложнейшая инженерная задача. Из двух водохранилищ и из нескольких шлюзов канала перебросить огромные массы воды. К тому же нельзя было затопить жителей окрестных деревень. В долину хлынул нарастающий поток воды. На самом канале повторилась история с просевшим льдом Московского моря. Он также обвалился, образуя крутые ледяные скаты. 29 ноября вода залила поймы рек Сестры и Яхрамы, делая местность абсолютно непроходимой. Что остановило 7-ю танковую дивизию немецко-фашистских войск от желания преодолеть канал Москва-Волга? Во-первых, это знание о подходе свежих советских воинских частей и соединений. Второе, это то, что они уже были порядком истрепаны. И в-третьих, основной фактор, это вода. Сколько она еще будет пребывать, было неизвестно. И в случае переправы на тот берег они могли попасть в котел. Утром решительной атакой советские части отбросили остатки прорвавшейся немецкой группы на западный берег канала. Плацдарм был ликвидирован. Символом же обороны Москвы стало другое заграждение. Противотанковый еж. Участник Первой мировой и гражданской войны инженер, генерал-майор Михаил Горикер, уже давно работал над созданием противотанковых заграждений. Изучив опыт других стран, он понимал, что все препятствия для танков имеют два главных недостатка. Они очень трудозатратные и стационарные. Даже для перемещения бетонных надолбов, кроме грузовиков, нужны подъемные краны. Техника в то время редкая. Горикеру хотелось изобрести такое заграждение, которое можно легко переместить с одного места на другое. Ну и желательно, чтобы вражеские танкисты даже не пытались его преодолеть. Начавшаяся война активизировала работу Михаила Львовича. И решение технической задачи было найдено. Труднопреодолимым препятствием для танков станет новый еж, который генерал назвал шестиконечной звездочкой. Подобные заграждения уже применялись в чешской армии задолго до создания звездочки Горикера. Но они были намного больше и закреплялись на месте или вкапывались в землю, исполняя роль статичного препятствия, как и надолбы. Новаторство идеи советского генерала состояло в том, что его заграждение было подвижно. Чтобы немецкие саперы не могли быстро растащить заграждение, соседние ежи связывались обычной или колючей проволокой, которая дополнительно служила и противопехотным препятствием. Но проволока не мешала подвижности ежа. На изготовление чертежа и нескольких экспериментальных изделий ушло меньше двух суток. В июле 1941 года на танкодром Киевского танково-технического училища прибыла спецкомиссия. Танки Т-26 и БТ-5 пытались преодолеть перспективное инженерное заграждение. Четыре ряда звездочек Горикера. Танк БТ-5 погнул днище, что отразилось на его управляемости. А Т-26 пробил маслопровод, из-за чего вскоре остановился. На ремонт этой техники ушло несколько часов. По результатам этих испытаний еж Горикера был принят на вооружение. При наезде танка на заграждение невысокий еж попадал под днище и начинал перекатываться, приподнимая боевую машину. Он мог повредить ходовую часть, трансмиссию, порвать гусеницу или пробить днище. Обездвиженная машина с задранным вверх слабозащищенным брюхом становилась легкой добычей артиллерии и расчетов противотанковых ружей. Ежи рекомендовалось изготавливать из стального двутаврового профиля, соединяя элементы конструкции косынками на заклепках. Но реально заграждение делали из подручного материала, уголков, швеллеров или рельсов, которые крепились друг к другу обычной сваркой. Простота конструкции дала возможность в сжатые сроки тяжелого 41-го года обеспечить Красную Армию новым заграждением. А легкий вес позволял отделению саперов быстро установить ежи на нужном участке фронта или переместить их на другое место. За изобретение генералу вручили фотоаппарат ФЭТ. При подготовке Москвы к обороне было изготовлено более 37 тысяч противотанковых ежей. На их производство пошли и металлоконструкции, предназначенные для строительства Дворца Советов. Противотанковые ежи очень часто изготавливались не по правилам. Предприятия, видя, что еж по высоте очень маленький, принимали решение увеличить его высоту в полтора-два раза и сварить между собой элементы конструкции, что приводило просто к созданию обычного заграждения. И тогда идея Михаила Горекера переставала работать. Звездочки Горекера должны были прикрываться огнем пехоты и, по возможности, взрывными заграждениями, несколькими минами или фугасами. Длительное время единственным взрывчатым веществом во всем мире был черный или дымный порох, полученный в Древнем Китае. Китайцы его использовали против злых демонов, шумом взрывов и вспышками отпугивая их. Трудно сказать, какой урон наносили петарды и фейерверки полчищам духов, но то, что в самом порохе скрывается огромная демоническая сила, которую можно использовать против врага, китайцы поняли быстро. Так родились огненные стрелы и копья, первые гранаты и бомбы, а также огнестрельное оружие. Изобретение пороха, поначалу дымного пороха из селитры угля, открыло новую эру в военном деле. Появилась артиллерия, и помимо артиллерии появились еще и бомбы. Разного рода заряды, как сейчас бы сказали, инженерного назначения, которые разрушали стены ранее неприступных замков. Все помнят про пушки инженера Урбана, пробивавшие стены Константинополя, но точно так же турки-османы подрывали стены с помощью мощных зарядов из дымного пороха. Сначала из-за своей малой эффективности пушки наносили врагу не столько материальный, сколько в большей степени психологический урон. В средние века мир был иной, более тихий. Люди не знали шума мегаполисов с огромным количеством автомобилей, рева реактивных авиалайнеров, грохота фабрик и заводов. Лишь скрип повозки и цоканье лошадей по брусчатке, лай собак и крики уличных торговцев нарушали тишину. Кузницы, нарушавшие покой граждан, строили подальше от жилых домов. Вспышки же молний и раскаты грома просто навеивали на всех первобытный страх. На поле брони орудия издавали грохот, не уступающий раскатам грома. Место сражения заволакивало дымом, в котором чувствовался запах, входящий в состав пороха серы. А даже ребенок тех лет считал, что запах серы – предвестник появления демона. Но вскоре к канонаде орудий привыкли. Демоны, скрывающиеся в порохе, все больше завоевывали умы военных, которые поняли за порохом будущее. Порох начали использовать во всех войнах, военных конфликтах. Имитали ядра из пушек, использовали разрывных снарядов. Кроме этого, широко порох начали использовать при подрыве крепостных стен. Несколько веков дымный порох оставался единственным взрывчатым и метательным веществом. Но с середины 19 века начала появляться более мощная взрывчатка, которая к началу 20 века окончательно его вытеснила. Сила новых взрывчатых веществ позволяла уничтожать не только укрепление и живую силу, но и боевую технику противника. Очень эффективным средством борьбы с бронетехникой неприятеля являлись мины. Но у них был существенный недостаток. В большинстве случаев они не наносили танку фатальный урон. При отступлении поврежденные немецкие танки оставались в тылу противника. Ведь повреждение на минах вызывает разрушение ходовой части, которое устраняется даже в полевых условиях. Поэтому подбитый танк старались поразить средствами артиллерии, либо бутылками зажигательной смеси. В 1942 году начальник инженерных войск 56-й армии подполковник Николай Утукин предложил объединить два средства поражения бронетехники. Противотанковую мину и бутылки с зажигательной смесью. Так появился БОФ – бутылочный огнеметный фугас. Для его установки вырывалась яма глубиной полметра с пологим спуском в 30 градусов в направлении противника. На дно укладывался вышибной заряд взрывчатки. На деревянный щит устанавливались бутылки с самовоспламеняющейся смесью КС. Фугас маскировали хворостом и дерном. В трех метрах от БОФ устанавливались несколько противотанковых мин. Одновременное срабатывание мины и фугаса обеспечивал детонирующий шнур ДШ. Детонирующий шнур – это гибкий шнур, заполненный взрывчатым веществом. Основное предназначение – это передача импульса на взрывчатое вещество. И если огнепроводный шнур горит со скоростью 1 см в 1 секунду, то детонирующий шнур передает детонацию за 1 секунду на расстояние до 6 км. При срабатывании мины взрыв по детонирующему шнуру передавался вышибному заряду фугаса. Ударная волна раскалывала бутылки с огнесмесью, которая самовоспламенялась, и выбрасывала в сторону противника горящую жидкость с осколками стекла. Подорвавшуюся на мини-машину сверху накрывала огненная лавина. Одновременно пламенем и осколками стекла поражался десант на броне или пехота, сопровождавшая танки. Фугасы из 35 бутылок давали полосу огня длиной до 18 и шириной до 4 метров, и после взрыва продолжительность горения составляла порядка 10 минут. Против пехоты фугасы применялись совместно с противопехотными минами. Были также варианты натяжного действия и управляемого варианта. Часто применялись фугасы в линию. Линии между собой составляли расстояние где-то порядка метров 20. В качестве вышибного заряда обычно использовалась самая популярная у саперов взрывчатка – тротил, или смесь веществ на его основе. Но основным взрывчатым веществом у военных тротил стал далеко не сразу. В середине 19 века появилось большое количество новых взрывчатых веществ. Это и бертолетово соль, гремучие ртути серебро, пероксилен. И, наконец, в 1847 году итальянский химик Асканио Сабрера изобрел три нитроглицерина, который в России был известен как нитроглицерин. Все новые вещества обладали высокой нестабильностью, и их демоны разрушения могли вырваться на волю в любой неподходящий момент. Обуздать крутой нрав нитроглицерина пытались многие ученые, правда, безуспешно. Укротить демонов этого вещества удалось шведскому химику Альфреду Нобелю. Правда, победа досталась изобретателю дорогой ценой. Нитроглицерин – это очень мощное и опасное химическое соединение. Он может взорваться уже в момент производства. Его нельзя встряхивать, нагревать и охлаждать, выставлять на солнце. Он может взорваться в процессе хранения. В то же время, если поджечь, будет совершенно спокойно гореть. А может и взорваться. Нобель бросил вызов нитроглицерину, многие годы пытаясь сделать его более покладистым. Но опасная жидкость мстила ученому за его дерзость. В 1864 году при взрыве нитроглицерина погиб младший брат Нобеля. Взлетали на воздух заводы по производству вещества и транспорт, перевозивший его. Альфред Нобель разработал новые правила производства и транспортировки нитроглицерина. В них он продумал каждую мелочь, начиная от детального плана завода с обваловкой и защитой всех зданий на разных стадиях производства и хранения готовой продукции, заканчивая конструкцией стула для рабочего, следящего за процессом нитрования глицерина. Эта монотонная работа требовала быстрого реагирования в случае изменения температуры процесса. А на одноногом стуле приходилось постоянно балансировать. Задремать даже на несколько секунд было невозможно. Но главное, Нобелю удалось усмирить дьявола взрывчатого вещества. Кроме нестабильности, нитроглицерин обладал еще одним существенным недостатком. Жидкое взрывчатое вещество было очень неудобно применять. Альфред Нобель пробовал пропитывать древесину, бумагу, вату, опилки. В итоге остановился на диатомите. Это отложение мельчайших морских водорослей. Они обладают небольшой массой и высокой пористостью. Порядка 90% всего объема диатомита занимают поры, которые жадно впитывают нитроглицерин. Эту субстанцию Нобель поместил в картонные гильзы, обернутые вощеной бумагой. Испытания показали, что новая взрывчатка сохранила почти всю свою разрушительную силу, в пять раз превосходящую порох. Однако заключенный в поры диатомита дьявол нитроглицерина вел себя тихо, почти не пытаясь вырваться наружу. Эти шашки можно было ронять, трясти, хранить на солнце. Для их приведения в действие использовался специальный капсуль-детонатор. В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит от греческого «Динос» – «Сила». А буквально через год русский военный инженер Петрушевский изобрел новое взрывчатое вещество. Это смесь нитроглицерина и магнезий, который получил название «русский динамит». Для военных же динамит подходил мало. Им нельзя было снарядить боеприпасы, а при попадании в шашку пули она взрывалась. И тогда ученые обратили свой взор на остававшийся долгое время в тени динамита тринитротолуол. Его в 1863 году получил немецкий химик Йозеф Вильбранд. Но тогда это вещество никого не заинтересовало. И только в начале 20 века другой немецкий химик Генрих Каст занялся изучением тринитротолуола. По взрывчатым характеристикам тротил, он же тринитротолуол, он же ТНТ, он же ТОЛ уступают ряду взрывчатых веществ. Но и те взрывчатые вещества не идеальны. Они теряют свойства, например, при хранении. Они гигроскопичны, они ядовиты. К счастью, у тротила все эти показатели или свойства отсутствуют. ТОЛ можно спрессовывать, бить молотком, пилить, сверлить. Попадание пули не приводит к взрыву. Он медленно горит коптящим пламенем. Попав в воду, совсем не теряет своих качеств. Не вступает в реакцию с металлами и может очень долго храниться. Температура плавления тротила всего 80 градусов Цельсия. В расплавленном виде ТОЛ довольно текучий, и им легко можно заполнить любой боеприпас. К тому же застыв, взрывчатка становится еще безопаснее. Разбудить спящего в таком тротиле демона можно только взрывом. Прессованный или порошкообразный ТОЛ взрывается с помощью капсуля-детонатора. А плавленый ТОЛ взрывается с помощью промежуточного заряда того же ТОЛа. Тротил к началу Второй мировой войны стал главной взрывчаткой в мире. Из-за своего покладистого нрава и возможности сформировать боеприпас любой силы и формы, особую популярность ТОЛ завоевал у саперов, хотя они использовали и другие взрывчатые вещества. И именно Тротил стал основной взрывчаткой, с помощью которой штурмовые группы уничтожали вражеские укрепления. Измотав армию вермахта в оборонительных боях в конце 1941 года, Красная Армия провела ряд наступательных операций. В ходе боев советским войскам приходилось идти на штурм линии обороны противника, а это приводило к огромным потерям. У командования не было единого мнения, как надо штурмовать укрепление и что должен делать тот или иной боец. Обычно штурмовые группы формировались из пехоты, но перед немецкой линией обороны всегда устраивались заграждения из колючей проволоки и мин. Проделать в них проходы и подорвать укрепления могли только саперы. Наступательные операции Красной Армии потребовали высокомобильных инженерных подразделений, обладающих возможностями преодоления препятствий, заграждений и средствами штурма, которые могли преодолевать эти заграждения. В весне 1943 года советское командование отчетливо понимало, в войне произошел перелом. Теперь Красной Армии предстоит вести в основном наступательные операции. И немцы будут создавать все более прочную оборону, организовывая в каждом городе мощные оборонительные узлы. Для их прорыва требовались специально подготовленные части. Они должны были уметь пробраться к укреплению, преодолев многочисленные заграждения и взорвать его. С этим как нельзя лучше могли справиться саперы. Было сформировано предложение о том, что такие подразделения нужны. И было предложено сформировать штурмовые инженерно-саперные бригады. 21 мая вышла директива Генштаба о формировании штурмовых инженерно-саперных бригад. Саперам предстояло стать главной ударной силой штурмовых отрядов и групп на всех фронтах. Перед началом Курской битвы в составе Красной Армии было уже 20 штурмовых инженерно-саперных бригад. К личному составу бригад предъявлялись жесткие требования. Предпочтение отдавалось бойцам с боевым опытом, с хорошей физической подготовкой и не старше 40 лет. Это был тщательный отбор. И я хочу сказать, что когда формировали 1-ю гвардейскую штурмовую инженерно-саперную бригаду, довольно большое количество не попали в состав инженеров-штурмовиков. Обучению штурмовиков отводилось значительно больше времени, чем пехотинцев. Ведь кроме навыков простого красноармейца, они должны были обладать ей многими специальными знаниями. Саперы были неплохо экипированы. Их вооружали пистолетами-пулеметами Шпагина и Судаева. Каждый имел финский нож. Кроме гранат, штурмовики оснащались минами и взрывчаткой, миноискателями, саперными кошками, ножницами для перерезания проволочных заграждений. Каждый третий штурмовик имел стальной нагрудник. В донесениях немецких офицеров появилось такое понятие, что у русских есть панцирная пехота. Были ездены указания, как и каким образом против вот этой панцирной пехоты воевать. То есть практически не вступать с ними в ближний бой, не идти с ними в рукопашную, а на расстоянии поражать. Уже первые бои показали эффективность штурмовых бригад. Отлично подготовленные саперы значительно уменьшили потери Красной Армии при взятии городов и укреплении противника. Без саперов-штурмовиков теперь не обходилась ни одна крупная операция. Они освобождали от немецкой оккупации сотни европейских городов, столицы Румынии и Болгарии, Югославии и Венгрии, Австрии и Польши. И участвовали в штурме немецких городов, в том числе Кёнигсберга и Берлина. Свой боевой путь штурмовые бригады завершили на Дальнем Востоке, где внесли огромный вклад в разгром японской квантунской армии. После завершения Второй мировой войны эти, ставшие легендами соединения, были расформированы. В современной России штурмовые инженерно-саперные подразделения получили вторую жизнь. Задачи штурмовиков остались прежними. Они должны пробить брешь в обороне противника, через которую за ними пойдут общевойсковые части. Им помогает опыт предшественников, новейшие научно-методические разработки и уникальное вооружение и техника, в том числе и роботизированное. В ходе наступательных операций Красная Армия собирала все больше трофеев, в том числе мин и гранат. Применять их по прямому назначению можно было далеко не всегда. У боеприпасов часто отсутствовали штатные взрыватели или они имели механические повреждения. Если есть много боеприпасов, любой военный инженер думает, как их применить. Нетрадиционный способ применения некондиционных мин-гранат предложил полковой инженер 290-й стрелковой дивизии Константин Литовченко. Он предложил их метать из гранатометной установки. Устройство, получившее в войсках неофициальное наименование «саперной Катюши», изготавливалось из подручных материалов и любых осколочных мин и гранат. Из досок сбивался корпус и ящик для гранат. В нижней части корпуса устанавливался вышибной заряд. Чтобы мины не сдетонировали от вышибного заряда, на дно ящиков укладывался толстый мат, плотно набитый травой, сеном или соломой. Зажигательные трубки изготавливались из бигфордового шнура, капсюля детонатора и пустой, нестрелянной гильзы от патрона ППШ. Трубки вставлялись в мины или гранаты, к донышкам гильз скрепился детонирующий шнур, объединяя все мины и гранаты в общую цепь. Один конец шнура вел к взрывателю, другой к вышибному заряду. Гранатометные установки вкапывали в землю раструбом на противника, группами по 10 установок ППАРНА в 20 метрах одна от другой. Для залпа установки саперу достаточно было дернуть провод. И одновременно происходило воспламенение зажигательных трубок и вышибного заряда. Гранаты и мины накрывали площадь, превышающую объем футбольного поля. И на ней возникала зона сплошного поражения. Гранатометная установка Литовченко отлично зарекомендовала себя в оборонительных боях. Правда, военный инженер не мог и предположить, что впоследствии его коллеги разовьют идею саперных «катюш» до установок саперной артиллерии, которые будут использоваться на многих фронтах на заключительном этапе войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова